Я отправила урожай собирать, говорю, иди помидоры, собери огурцы. Он говорит, а мне нельзя, мне жена запретила помидоры собирать, мне только огурцы можно. Я ему сказала, ничего тут не срывать, ничего не трогать, все должно покраснеть. Просто хочу сказать, что вот в этой части грядки у меня растут только гибриды. И вот это открытый грунт, и гибриды уже все, в принципе, поспели. Ну, то есть, еще там буквально три дня, и можно кушать. А все, что дальше, сорта. Есть даже те, которые, ну, вот только-только завязываются, еще растут. Просто многие спрашивают, почему я выращиваю гибриды. Допустим, черри у меня только гибриды. Зачем выращивать сорта? Вот черри сава тоже гибрид. Таждот, любимые мужа, тоже гибриды. Вот у нас ждут хорошие такие кисточки. Тут уже сорта. Сорта я, конечно, безумно люблю. Они необычные, вкусные, сладкие. Можно продолжать. Ну, то есть, вы понимаете, что и гибриды, и сорта у меня есть. Всякие полосатики. И вот так вот выглядят посаженные туя. И сверху она у меня накрыта парником, который муж, помните, делал в начале сезона. Вот так выглядит съеденная капуста в третий раз. Короче, капусты у меня не будет. Вот у меня осталось три штучки. И опять мне ее сожрали. Это уже индюки. Не судьба мне ее выращивать. А это фасолька стручковая. Вот баклажаны, кто спрашивал. Вот они у меня только завязываются, только цвести начинают. Ну, я думаю, успею я немножечко баклажанчик буду собрать. Смотрите, тоже открытый грунт, все открыто. Чего стоишь, ждешь еды? Это бестолковый петух. Он Петя всегда своим курочкам все отдает, а ты сам жрешь. Без толчи. Огурцы им резаться. Смотрите, если у вас такой петух, Петя, который не ест, а дается смотреть, он ждет, я ему кидаю. И он зовет своих курочек, и они вокруг него. Сам никогда не ест. А вон тот жрет. У вас такой петух, у вас в курятнике всегда будет порядок. Вот он ни кусочка не съел, все своим курочкам. Вот он находит и сразу их зовет. А этот он жрет, уже третий кусок. Наглый. Сюда же не дошла, тут на улицу собрала жара. У нас сегодня жара. Что они постоянно от меня хотят? Их, конечно, очень много нужно прорежать. К нам, кстати, вернулось лето, жара. Смотрите, опять вот это вот вечно лезет. Смелые, это, кстати, караси, не карпы. Вот эти мелкие. И сломи, блин. Каждый раз, когда я вам рассказываю о каких-то новых интересных страницах, я открываю их для себя. Вот в сегодняшнем аккаунте могу сказать, что мне просто повезло. Это просто кладезь полезной информации. Страница о доме и как создать уют. Но не совсем обычная. Ну, у меня профиль сразу переходит в раздел интересных. Однозначно. Ещё на странице вы можете найти видео мастер-классы. И есть онлайн-школа. Так что будет интересно всем. Просто зайдите, посмотрите. Прям рекомендую от души. Когда ты ночью вспомнила, что замочила огурцы, тебе их нужно консервировать. Пойду, что мне ночью ещё делать, как не с огурцами разбираться. Оставила я в беседке банки стерилизовать. Пока банки стерилизуются, постригу вот эту тую. Она будет тоже спиральной, как первая. И так, намечу форму, она ещё маленькая. Её заспиралила. Завтра ещё по-светлому подровняю ножницами. Не видно нифига, да? Ну, короче, более-менее стой, чтобы они совпадали по форме. Начали опадать. Уже висит много спелых, жёлтых. Но ещё и много зелёных. Нужно будет выделить день. Всё это собрать и заняться консервацией. Спрашивал про сорт. Я не знаю, что это за сорт. Это груша от старых хозяев нам досталась. И она очень-очень сладкая, вкусная. Но сорт не знаю. Ой, вечно голодные, вечно голодные. И я выложу сегодня вам видео, как муж их кормит по утрам. Ой, столько они едят, это ужас. В этом году у меня тыковки. Всякие разные. Вот эти индюки, смотрите, что делают, сволочи. Всё, и съезли. И черноплодка вся провисла под тяжестью. Игорь очень любит из неё варенье. Попозже я её соберу. Ещё с черноплодки сварю варенье. Ну и смотрите, арбузики, как я их жду. Это марбл от Семка. Это Савин вкус. А вот это, по-моему, обычный арбуз. Сейчас не буду врать, потом вам скажу сорт. И баклажаны, наконец-то, наконец-то я дождалась. Это мои любимые бибо. О, у меня тут, видите, с крапивой они растут. От партнёра бибо, беленький он. Иногда в шоке от того, какие вы внимательные. Меня несколько человек спросили, куда делать зелёная нитка. На руке у меня две нитки с камнями были. Дело в том, что оба моих желания исполнились. И это, кстати, тоже исполнилось. Причём очень быстро. И это здорово. И я вот пока оставила красную ниточку. Но я заказала у Дианы зелёную и красную новые. Чтобы загадать новые желания. А это пока оставила, потому что я вам уже рассказывала, что это мой камень. Он мне подходит по знаку Здиака. И именно по моей дате рождения. Ну, так, как аксессуар. А то я разрезала, потому что моё желание исполнилось. Ура! У Лидона у меня сегодня не очень. У меня просто температура немножко поднялась. Кто в это не верит, я абсолютно не навязываю свою точку зрения. Просто я люблю верить вот в такие вот, вроде бы казалось, мелочи, которые в итоге приносят счастье. Я верю, и именно поэтому моё желание исполняется. Потому что все вы прекрасно знаете, что самая главная сила мысли. Ну, это просто талисман, который символизирует наше желание. Ничего больше, никакой тут особой веры. Или кто верит, что обычная ниточка обязательно сбудет ваше желание, заказывайте у Дианы. Потому что я сама заказываю у неё не первый раз и много о ней рассказывала. Она ещё, к тому же, очень приятный человек и поможет вам подобрать по дате рождения. Лотя, привет! Лось, привет! Ой, там с детьми их много. Смотри их там, какие хорошие малыши там. Ой, а наш малыш плачет. А тут лоси ходят. Это любопытно, смотришь. Лоси, очень любопытно. Всем доброе утро. Я выспалась и безумно хочу кофе. Сейчас схожу. Кур накормлю. И мы пойдём пить кофе. Бригада. Курик. Ку-ку-ку-ку. О, дур наш идёт. Сумасшедшая. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-кусь у нас большая. Кофе сидит, пьёт. Вчера бесы ездила лечить, да? большие девчонки сразу по делам по делам поехали вот мои девчонки подружки укачиваю двоих ой как успеть за этими белыми медведями вот он все метит метит все его весь лес его чтоб вы знали все территории без бачок опять где-то путешествует у нее путешествие сонные носки вон модное дело в город выехал тусить папка говорит скоро в европу поедем на машине до на лыж кататься мамка будет с кабачком пешком ходить сейчас усыплю ребенка без чепчика соску на пол лица и буду делать вторую партию пирожков первым не было с мясом а вторая будет с яблоками готовы пирожочки темно с мясом вкусные совсем недавно мы представить себе не могли как так зарабатывать деньги удаленно не ходя на работу не ходя в офис не вставая 6 утра и с появлением интернета к счастью стало многое возможно и доступно сегодня вам хочу рассказать про елю и рассказать немножко ее пути во фрилансе она начала свой заработок от 15 тысяч рублей и сейчас она онлайн предприниматель имеет доход в 4 миллиона рублей 10 сентября у нее стартует бесплатный онлайн тренинг куда вы можете записаться и она расскажет все что знает сама как зарабатывать удаленно как работать с известными блогерами сайтами обязательно подписывайтесь на ее аккаунт как я сказала это совершенно бесплатно я думаю удаленная работа это очень актуально для многих поэтому подписывайтесь и я тоже с удовольствием подпишусь и послушаю ее лекции проблемы с тобой вот одни проблемы весь в кровище ноготь вырвал и не могу вот ходи только тебя лечи а ведешь себя как свинья рычишь вот посмотрите на него придуршую костыль нога кто у тебя лечит на кого ты рычишь кто тебя лечит а свинья не беса свинья плохая собака у тебя лечить будешь ходить не леченый плохо себя ведешь чё хвостиком свои маши тип добренький свиненыш всем доброе утро сегодня я не выспалась вчера полночью в ванне парились я короче не выспалась кофе моё хотя если честно я с удовольствием сделал так что кто-то кто-нибудь посидел с ребенком а я помыл фильтры вообще кто-нибудь посидел я бы убралась в участке сегодня бабушка с дедушкой придут к нам и сплавливаем ребенка чем сделаю полезное буду вам писать о следующей неделе посты по подготовке к зиме участка растений все ты чё балда мелкая опять без чепчика почему тебе чепчик опять не одели что за бестолковые родители до кормили встал поплыли он они сидели в тенечке солнце спит хорошо поэтому загораем папу не шашлык жарит 7 семейством приехали то не нянька показывает рыб у меня сегодня тусовка одни няньки я вам месяц три назад рекламировала одну девушку дальше ее зовут и с тех пор я на нее подписано но я вообще подписываюсь на всех кого рекламирую я вам хочу сказать что я просто влюбилась в ее историю мне очень нравится как она разговаривает я всегда с ее и с интересным слушаем есть подруга и они чем-то похожи по речи но это конечно фигде так мои как вам сказать ощущения вообще она очень близка мне по мировоззрению она мама но у нее вообще нестандартный мамский блок чем она мне близка такая тем что она считает что не мы пришли в жизни ребенка именно ребенок пришел в нашу жизнь и не стоит ее менять и она ее никого ребенка она везде берет с собой везде таскает его с собой в машине в ресторан в кафе едут сейчас она отдыхает без мужа в доминикане у них очень классная тусовка именно мамы с детьми они там и на серфе катаются так я вам разрекламировала страничку и еще у нее страница вообще о минимализме и думаю каждый когда посмотрит захочет выкинуть хлам из дома и ну просто я вам от себя вот так вот даю такую рекомендацию подпишите доброе утро доброе утро отдай ну сейчас поедем к врачу встали сегодня рано что-то мы наивные думают я их кормить еду вон тетя пися прогуливается писечка вот они красавцы мои вот они стая диких рыб показываю фильтр вам кто не видел такие губки вот тут циолит тут еще губки ершики лампы ультра красота моя полюшка полюшка даже елки там растут я их сажала знаете какие маленькие подросли я их даже прищипываю можжевельники мои прям так хорошо разрослись я их еще укоренела надо найти укорененные пересадить люблю можжевельники они так быстро все качественно закрывают огород уже все скоро все убирать тут вот пруд наш без воды в этом году без хозяйки и все без всего в этом году сучка я на нее орала снизу думаю что она тут копает смотрите яму вырвала пипец вообще яма сантиметров сорок глубиной зара да зара у нас хулиган ждем папку от врача идем деловые спим в кресле Игорь забыл закрыть дверь я вышла а тут великая тусовка пипец писька самый лучший друг моя собака может на плече ездить все утро на мне доброе утро доброе утро колбасюндры колбасюндры что гулять собрались вот они гуленые собрались да 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 все с вами ясно покажи ну покажи какой ты красавец покажи ой ну вообще соплю повесил уже взрослый взрослый индюк просто отдал свою дыню для своей любимой она просто захотела дыньки поесть да писенька кушай родная да можно я с таким после этого еду писи можно все а потом да она лизала свою прекрасную жопу прекрасная писи лизал прекрасную жопу мы очень ценим это просыпается красота наша не хочет просыпаться я ее днем попросила поспать с нами она начнет заигралась уже как бы вечер и весь день мы мы уже встали она еще нет хотел вам показать еще постельное белье наверное по свету вам покажу привет привет постельное белье все тут же откуда и обычно если вы блогер или у вас свой бизнес в инстаграме может быть у вас коммерческий аккаунт тогда данный ресурс для вас здесь вы узнаете о всех новых фишках инстаграма получите обратную связь в интерактивах и сможете привлечь огромное количество подписчиков кстати алена ведут курс инстафабрики после которого многие ученики набирают аудиторию 100 тысяч подписчиков и зарабатывают хорошие деньги еще они отлично разбираются в охватах ну и конечно в подарок для моих подписчиков я даю вам ссылку на бесплатный вебинар проходите обязательно смотрите 9 октября уже стартует 17 поток курса и кому интересно обязательно записывайтесь доброе утро вот она моя красота желтоглазая подружка моя утренняя еще одна подружка утренняя благодаря кому утро начинается очень рано моя яблочная пюре эхо такая вкусная мы уже на завтрак сырники у меня яичница я лохматый еще я даже не собиралась сейчас в город поедем вот такая хрень у меня есть это муж ее заказал на алиэкспрессе он любитель алиэкспресса я не знаю сайт его жизни просто он любит там все я ее еще купил когда я была беременна тут я слинка же хотела купить а потом думаю блин сейчас будет холодно куда я ее в слинка запихаю это же под куртку или там сверху ну короче еще там же разбираться надо как это наматывать это не для мы короче я решила ее освоить она она вообще ну должна садиться прямо но есть вот такая функция типа для младенцев конечно не очень удобно вот эту хрень не увидите на лице но она сразу уснула и руки мои свободны вы меня когда спрашиваете там дай ссылку на алиэкспресс я вообще на этот сайт не захожу это я говорю муж у меня там любитель мне проще пойти в магазин что-то купить а он любит вот сидеть заказывать я это ненавижу поэтому никаких ссылок но их там полно вот таких и стоит что-то какие-то смешные деньги сто тысячи рублей и вот на удивление я вот хожу сейчас уже час очень удобно как только я сажусь обедать мелкий пузырь всегда просыпается вот он как чует вот типа пожрать у меня все остыло она уснула сейчас буду есть дитё спит у меня не очень много времени я буду заниматься газоном я вот стригу только этот газон а те я не стригал ни разу то есть этот стригу тебе не стригу вот это дальний газон тут грибы у меня растут сейчас кстати опята будут расти тут красивый газон вообще жесть мне такого не было никогда никогда надо и яблони обрабатывать все надо обрабатывать кто проснулся я почти достригла газон почти успела пойдем со мной достригать ты как органы опеки блин все проверяешь каждое мое действие иди иди вон нянчайся что бы я не делала все придет и проверит одевай ее гулять мы сейчас идем газон достригать тут все пострижено а тут еще нет немножко осталось все мои агрегаты вот стоят хоть я и обещала газон в порядок привести пока не привела то есть ты считаешь газоны и так пойдут да поэтому решила мне устроить тут гулянье нет моя дорогая я все равно их достригу все завтра я собираю черноплодку уже поспела она сладкая а куст тоже красивый смотрите какой красный стал буду варить варенье варенье по тому же картошку кстати мы все съели картошка кончилась вот буквально когда позавчера что ли мы копали все вот тут уже можно сажать сидерат видимо это сырняки сегодня в посте рассказал вам о своей карте тинькофф я и пользуюсь очень давно видно на мне все такая потертая уже даже цифр не видно я использую ее и в обычной жизни и в поездках для того чтобы вернуть кэшбэк и а и и и